Одной волне с городом. Радио Болтком. Утро на Болткоме. Доброе утро. Продолжается радио «Утро на Болткоме», волна 93,9 FM. Радио тоже продолжается, да. Всё продолжается. Абик Элкин и Александр Шунин в студии. Извините за некоторую паузу. Связь налаживали, конечно, очередной у нас зум, зато сейчас как расскажем. И начну я буквально с цитаты президента Латвии о том, что чем больше вкладывается в науку, тем сильнее это отразится на расцвете государства, на росте экономики и на жизни жителей. Жить станем лучше, жить станем веселее. Это интересное наблюдение, а вот тем более, что сейчас мы поговорим как раз с деятелем науки. В науку. Да. Вкладывается в науку. Дело в том, что Латвия уже долгие годы является членом вот этого движения общего клуба ЦЕРНа, европейского такого исследования ядерных частиц. В общем-то, ежегодно мы вносим туда определенные деньги, но вскоре мы станем ассоциированным членом этого сообщества, получим новый статус, платить будем больше. Вопрос в том, будем ли мы получать от этого больше. И все эти вопросы довольно глупые на первый взгляд. Мы адресуем Анатолию Попову, человеку, который курирует, специалист, который курирует программу ЦЕРН со стороны Латвии, со стороны Института физики твердого тела. И Анатолий Попов с нами на связи. Доброе утро, господин Попов. Доброе утро. Расскажите, пожалуйста, в самом деле, что приносит Латвии членство в ЦЕРНе, о каких деньгах идет речь, какие исследования проводятся латвийскими учеными, какая конкретно польза для народного хозяйства от этого Латвийской республики? Ну, я, может быть, начну с некоторой общей информации, касающейся того, что ЦЕРН – это организация, которая была создана еще в 1953 году. Ее вначале организовали 12 стран, сейчас стран гораздо больше. Это переводится с французского как Европейский Центр Совет по ядерным исследованиям. И, как вы понимаете, не каждая страна, а тем более, так сказать, такие маленькие страны, как Балтийские страны, способны сами потянуть такого рода исследования. При этом, так сказать, роль ядерных исследований, роль ядерных технологий, и роль ядерной энергетики сейчас уже не вызывает никого никаких сомнений. И в этом контексте, значит, участие Латвии в самых передовых, в самых современных, в самых технологичных проектах, таких как ЦЕРН, безусловно, полезно и нужно. Для чего? Для многих людей, которые оперируют категориями элементарной частицы, большой адронный коллайдер, черная материя и все остальное, это кажется, что это очень далеко от реальной жизни. На самом деле это не так, потому что, если ЦЕРН – это не только физико-элементарная частица, это ускоритель заряженной частицы, это технологии, это огромные подземные тоннели, так сказать, для ускорителей, это математические методы исследований. Все это требует толковых, компетентных, знающих людей. Например, значит, в настоящее время, допустим, в ЦЕРН работают больше, чем 2,5 тысячи человек, при этом порядка 8 тысяч – это люди, которые тесно работают с ЦЕРНом. Значит, фактически больше, чем 600 университетов по всему миру участвуют в исследовательских программах ЦЕРНа. Значит, с точки зрения Латвии, значит, и конкретно нашего института, так как мы все-таки институт физики твердого тела, то наша специализация – это физика твердого тела. А учитывая то, что твердые тела являются основным детекторным материалом для регистрации заряженных частиц, в том числе и для ЦЕРНа, не только для медицины, не только для других промышленных применений, но и для High Energy Physics, то мы традиционно были сильны и остаёмся сильным игроком на этом поле. И поэтому наша задача сейчас – это понять, предсказывать свойства санализационных детекторов в процессе их эксплуатации. А также мы участвуем в разработках по созданию новых сантилляторов, потому что есть очень много идей, какие бы новые детекторы могли бы быть сделаны и воплощены. Но для этого нужно проверить огромную массу их свойств, и в таких работах мы тоже участвуем. А каково практическое применение всех этих исследований? Ну, например, там, я не знаю, оборонка или медицина, или энергетика? Значит, и оборонка, и медицина, и биология, и много чего. Потому что около ЦЕРНа или под Эгитой ЦЕРНа проводятся исследования не только интереса High Energy Physics, то есть физики высоких энергий, но и медицинская томография, создание детекторов для медицины, значит, дальше, значит, исследование позитронов позволяет использовать, применять уникальные способы тестирования новых материалов, то, что невозможно, реальными. То есть применение абсолютно широкое, от электроники до медицины, биологии, фактически, куда бы вы ни пошли, включая, так сказать, даже инженерные, так сказать, направления. Например, значит, в одном из совместных работ между ЦЕРНом, значит, техническим университетом и Сит-Шанами, и латвийской компанией как раз рассматривалась разработка и производство бетона для ЦЕРНа, потому что ЦЕРНа – это не только люди, идеи, но это и оборудование, здания, сооружения, подземные тоннели для частиц и так далее. То есть там очень много, где мы могли применить свои знания, где наши компании могли бы участвовать в тендерах, в разработках. Учитывая ваш опыт, вот понятно, что это очень такая популярная тема прикладной науки, вот сколько проходит времени от начала какой-то научной разработки до его практического применения, не знаю, год, два, десять лет – это вообще такие долгоиграющие на истории, да? Да, это достаточно долгоиграющая история. Например, один из основных сменитационных детекторов, которые сейчас используются в ЦЕРНе – это вольфомат свинца, такая немножко сложная формула, я не буду называть. Первые исследования по этому материалу начались в начале 70-х годов, а огромные детекторы в ЦЕРНе были сделаны только в начале 90-х. То есть, в принципе, это может быть очень быстро, а может быть и достаточно медленно. Сейчас вот мы как раз буквально пару недель назад мы получили новый сменитационный детектор из Америки, из Калифорнийского университета. Это достаточно новая разработка, то есть сам состав и сам такой же детектор вместе с электроникой был придуман буквально лет 8 назад, и сейчас уже интенсивно используется для таких, пока что для простых вещей, но из них планируется делать очень большие и очень эффективные детекторы. – Насколько мне известно, участие Латвии в ЦЕРН, оно приносит пользу не только взрослым ученым уже состоявшимся, но и школьникам. Латвия участвует в каких-то образовательных программах. Можете подробнее немного о них рассказать тоже? – Ну, я очень подробно не расскажу по этому поводу, потому что это со школьниками и с учителями происходит через технический университет, но я знаю, что уже несколько делегаций школьников и учителей физики посетило ЦЕРН, чтобы они вживую, воочию увидели, какая связь существует между учебником 12 класса по физике, где школьник обучает нейтронам, протонам, электронам, и реальному воплощению этих идей, например, ЦЕРН. И школьники видят, что это все сопровождается не только такими красивыми словами, но также и просто огромным техническим воплощением всего этого, компьютерными технологиями. То есть это замечательный пример и замечательная иллюстрация для молодого поколения, которая им показывает связь между школьным курсом и реальной жизнью. Это была очень хорошая идея, которая исходила от людей, и кто в Латвии начинал эту программу, что нужно не только сотрудничать с ЦЕРНом на уровне уже состоявшихся ученых, но и вовлекать во все это молодое поколение. Как вы считаете, правильно ли, что в целом система образования разворачивается после долгого такого определенного, если можно сказать, затишья и акцента на гуманитарные дисциплины, к так называемой системе STEM, английская аббревиатура, Science, Technology, Engineering, Mathematic, для тех, кто может быть незнаком с этой аббревиатурой, правильно ли это потенциально, что это даст новому поколению, молодому в современном мире? Молодое поколение, это абсолютно правильная идея, и мы этого давно ждали, потому что мы сейчас реально осуществляем, чувствуем дефицит людей с фундаментальным техническим и физико-математическим образованием. Без этого страна развиваться не может, это однозначно. И мне очень приятно наблюдать, что понимание вот этого, всего этого находит отклик на уровни Министерства образования и людей, связанных с ними, потому что без развития физики, математики, без учебы, без всего этого страна развиваться не будет. Это абсолютно правильно. Насколько вообще сейчас сложно получить какой-то грант именно на вот такие прикладные исследования по физике, при всем уважении к другим отраслям, там, не знаю, политология, социология и так далее. Но все-таки вот вы правильно заметили, что, наверное, невозможно создать даже какой-то новый инновационный продукт, не имея таких вот знаний, к примеру, в физике. Вот насколько сейчас это сложно бюрократически? Ну, я думаю, что в Латвии, при том, что мы оказались в некотором, кстати, дефиците ученых в возрасте от 50 до, наверное, 65, по известным причинам перестройка и все, что с этим связано, мне кажется, что если есть хорошая идея, то грант получить достаточно несложно. По крайней мере, я для себя таких сложностей не испытываю. Спасибо большое, да. Спасибо. Спасибо, Анатолий Попов был с нами на связи. Господин Попов, физик-ядерщик, курирует программу ЦЕРН со стороны Института физики твердого тела Латвийского университета. А почему мы говорили с Анатолием Поповым? Потому что Латвия вот-вот станет ассоциированным членом этой международной организации. Ну и если переводить вопрос в материальную плоскость, то с 1 июля мы начнем платить в несколько раз больше, конкретно почти полмиллиона евро мы заплатим, а в следующем году без малого миллион. И по словам уважаемого физика, это все вернется с Торицей, это вернется образованием, то есть более умными латвийцами, вернется разработками, которые совместно латвийские ученые с международными коллегами занимаются в этом ЦЕРНе и так далее, и тому подобное. Нет, ну здесь самое главное ведь, что, ну, как мне кажется, вот даже не вот эти организации, нет, организации, все в порядке. Самое главное вот то, что я задавал вопрос, чтобы те, кто занимаются вот такой вот прикладной наукой в Латвии, они могли получить хоть какое-то финансирование, чтобы не надо было им паковать вещи и уезжать, потому что вот уважаемый наш собеседник сказал о дефиците вот ученых в таком самом зрелом возрасте, когда и жизненный опыт есть, естественно, знания накопленные, 50-65 лет, но есть и другая проблема, даже более актуальная, это вот отъезд молодых ученых 30+, поскольку они не видят тут перспектив. Многие, кстати, вернулись, и это говорит о том, что вот это вот различные источники финансирования, к сожалению, не из госбюджета, там мизерное финансирование за счет вот грантов Европейского Союза и тех компаний позволяет, по крайней мере, нашим ученым продолжать работу дома. Не видно у нас ничего. Видно, я успел прочесть. Продолжать работу дома мы продолжаем тоже свою работу. Без перерыва. Далее следуют новости Эхо Москвы, после которых мы с Абиком вернемся в студию.